Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального значения. Средства на восстановление и строительство жилья выделят из государственной казны и резервного фонда. По последним данным в результате паводка погибло 20 человек, 15 пропали без вести. Какие еще новости сегодня расскажут корреспонденты телеканала «Оригус» и я, Лариса Иренцеева. Санбайна, здравствуйте. Это «Восточный экспресс» и вот его некоторые остановки. Очередной случай выпадения из окна. Как сейчас себя чувствует пострадавший ребенок, расскажет Евгения Жировова. Вот и кончилось лето для детей из ИКО у лагеря «Форвард». В причинах произошедшего попытался разобраться Никита Карабенков. Экономика должна быть экономной. Почему новые технологии укладки асфальта вызывают сомнения у местных жителей, спросил дежурный по городу. Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Чипы произошло в 102-м квартале Улан-Удэ. На место выехала наша съемочная группа. Слышали только, что был хлопок. И потом, когда мы выглянули, уже здесь много было народу, мы узнали, что ребенок выпал из окна. Сильные женщины, кричали. Нам не видно, потому что было в один сеток, уже темно было. Об этом происшествии знает вся округа. Соседи, если не видели, то слышали шум падения. Судя по всему, родители отправили ребенка спать в свою комнату. Но малыш решил посмотреть на проезжающие во дворе машины. Оперся на москитную сетку, но она не выдержала. Хорошо, что здесь нет больших острых камней, как в соседнем полисаднике. Ребенок упал прямо на эту крышу, на козырек подвального помещения. И, по мнению очевидцев, это сократило высоту падения. И в какой-то степени смягчило удар. О семье известно. Благополучное – трое детей. В этот дом переехали две недели назад. Мама молодая, твой, вроде бы детей. Но, мне кажется, трехкомнатный, если честно сказать, трехкомнатный неблагополучный тоже не купит. В момент падения мимо дома проезжал волонтер-медик. Он оказал первую медицинскую помощь. Затем на скорой ребенка отвезли в ДРКБ. В первую ночь ребенка наблюдали в отделении реанимации, интенсивной терапии. Весь необходимый объем обследования был проведен, включая компьютерную томографию, УЗИ, осмотр специалистов. Серьезных повреждений головного мозга, внутренних органов не сфиксировано. Мальчику повезло. Нет даже переломов, только ушибы. Сегодня утром его перевели в общую палату в отделении травматологии. Когда на выписку – неизвестно. В ближайшие дни пострадавший будет находиться под наблюдением врачей. Микроавтобус с надписью «Дети» вспыхнул сегодня на улице Сахьянова. И то, что машина горит, водитель увидел, когда остановился перед пешеходным переходом. Как стало известно, микроавтобус числится за Новокижингинским детским домом. Но в этот день водитель ехал без детей. Со слов очевидцев, к пешеходному переходу машина подъехала уже в дыму. Сам водитель заметил его не сразу. Какой-то хлоп. Потом полам началось. Автобус быстро подушили? На минуту. Мы начали с огнетушителем, пожар подъехал. До приезда пожарных автомобиль помогали тушить строители. На этом участке дороги по улице Сахьянова идет реконструкция. Мини-погрузчик засыпал газель песком. К моменту приезда пожарной горел моторный отсек. Пламя перекинулось и в салон. Предварительная версия пожара – неисправность узлов и механизмов. Идет расследование. Тем временем в Улан-Удэ вернулись автобусы с детьми, отдыхавшими в лагере языковой школы «Форвард». Его закрыли по предписанию Роспотребнадзора из-за многочисленных нарушений. Школьников вместе с родителями встречал Никита Карабенков. Ну все, разгибайся. Не успели отправить на отдых, как уже встречают обратно. За 18 дней пребывания в лагере английского языка в Уэмуре родители заплатили 23 тысячи рублей. Спустя два дня лагерь закрыли. Все было нормально, удобно. Можно было много с кем познакомиться, но вообще не завести. В лагерь нагрянула проверка Роспотребнадзора и прокуратуры. Случайно проверяли другие детские учреждения на Байкале и узнали о языковой школе. Обнаружили множество нарушений. Организаторами не предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения. Не представлены медицинские книжки персонала. Не обеспечено необходимое количество персонала. На пищеблоке работает один повар. Не организовано медицинское обслуживание. Не проведена противоклещевая обработка территории. Все это дети и здоровье детей, наверное, дороже. Мне так кажется. Мы не понимаем, почему это произошло. Я вообще не удержу зла, но значит так нужно. Ну что теперь делать? Надеемся на компенсацию наших расходов. Тем временем руководство школы уверяет, случившаяся не их вина. Турбаза, где разместился лагерь, дала им гарантии, что условия подходят для проживания детей. Эти вопросы решают уже непосредственно с надзорными органами. Наша задача была привести образовательную программу, организовать ее и обеспечить безопасность и досуг детей. Выяснилось, лагерь на Байкале языковая школа организовала только в этом году. Получили грант от Министерства спорта. Но в ведомстве ответственность за произошедшее тоже на себя не берут. Здесь организаторы, это школа, да, то есть у нас родители заключали в первую очередь договоры с этой школой и проводили оплату этой школе. Школа должна была позаботиться тем, что за 7 дней до начала сезона уведомить Роспотребнадзор о том, что такого-то числа они вывозят такое-то количество детей на такую-то базу. Соответственно, Роспотреб выезжает на территорию этой трубазы, проверяет все условия. Руководство школы как раз подыскивает новую площадку для организации отдыха и обучения детей. Потраченные же родителями деньги за этот сезон обещают вернуть. Помимо этого, организаторам придется взять на себя расходы за проживание нескольких детей, у которых сорвался отдых. На Байкал они приехали из районов республики, соседнего Забайкальского края и Подмосковья. Также школе грозит административный штраф, но даже с учетом всего этого можно сказать, что все легко отделались. В Бурятии уже был печальный опыт плохого организации детского отдыха, а в Лемасово два года назад произошло массовое отравление. Госпитализировали 77 человек. Никита Коробенков, Борис Бальчинов, телекомпания «Орегус». Продолжаем. Женя, мы с тобой. В Бурятии идет сбор помощи Евгению Замалееву. Известный кинорежиссер, автор самых успешных бурятских фильмов. Борется с тяжелой болезнью. Расскажем, как можно помочь. КВМ-щики! Да! Шутите! Да! Не факт! Не факт! Звездная карьера Евгения Замалеева началась в конце 90-х. Команда «Забайкальский вариант» первая, кто дошел до Москвы. Он не перестал играть. Он возглавил КВМ-движение. Он нас собрал, всю бурятскую часть объединил. И мы под его руководством ездили играть в КВМ. Добились неплохих результатов. Я считаю, что и не только я, и вся команда, что единственным, наверное, таким информационным, да, прорыв, скажем, на Первый канал, это наша команда. Алло! Алло! Привет, Рома! На смену сценическим декорациям пришли кинопавильоны. Евгений с друзьями сняли первую бурятскую комедию. В роли актеров все те же КВН-щики и просто друзья. В съемочной площадке мы искали своих близких, своих знакомых, что связано с квартирами, с офисами, с машинами. То есть все шли навстречу. Сможем решить. Эту ситуацию хуже не придумаешь. Ну а этот фильм стал заявкой на российский успех. Сначала решала, затем его вторая часть. Евгений двигался все ближе к федеральному уровню. Есть мотор! Камера! «Эластика» – одна из самых свежих картин. Снимали три года назад. И это уже совместный проект с московскими кинорежиссерами. Это такой, я считаю, прорывной момент. Может быть, с этого момента дадим старт, чтобы в Бурятии у нас больше фильмов снимали. В сентябре команда Замалиева должна приступить к съемкам очередного полного метра. Но что-то пошло не по сценарию. Оказывается, полгода назад у Евгения начались проблемы со здоровьем. Заболела нога. Мы не придавали этому огромного значения. После биопсии пришел диагноз Москвы, что у него обнаружили рак, остеосаркому левой бедренной кости. Сразу же они с Диной полетели в Москву. Прошли четыре курса химиотерапии. Динамика не показала никаких улучшений. Опухоль увеличилась и пошли метастазы. Он никому не разрешал рассказывать о своей болезни. Не привык жаловаться. Но 2 июля из-за осложнения он лишился ноги. Продолжить лечение согласились в Южной Корее. Вчера вечером пришел официальный ответ. Один курс химиотерапии около полутора миллионов обойдется. Нам хотя бы нужно его сделать. Три-четыре курса. Помимо этого перелет, проживание, транспортировка. Ну все недвижимое имущество, которое было у Жени, мы поставили на продажу, что-то мы уже продали. И сейчас на этой неделе тоже у нас будет несколько сделок. Кинематографисты Бурятии организуют благотворительные кинопоказы. Они пройдут 8 и 9 июля в филармонии. Если сравнить кинопроизводство с каким-нибудь кораблем, то он непосредственно капитан этого корабля. В осени нам надо, чтобы Женя был в строю, потому что все без него развалится у нас. В поддержку Евгения также пройдет концерт звезд бурятской эстрады и команд КВН. На сегодняшний день собрано 2,5 миллиона. Не каждый застрахован от подобных проблем. Поэтому я призываю всех помочь нашему другу, идейному вдохновителю, Жене Замалиеву. Женя, мы с тобой. Сержанты Мердогеева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Снести спортивный объект, чтобы построить культурный. Есть ли смысл и другие альтернативы, выясняла Евгения Жировова. И все-таки она существует, управляющая компания, к которой нет критических замечаний. Подробное в материале Артемия Шакова. Я лео. В гости приехал с мамой. По каким местам решили проехать, узнала Кристина Соснина. Ультрамарафонец сошел с дистанции. Москвич Дмитрий Ерохин вновь не смог обогнуть Байкал. Это была его вторая попытка, которая закончилась в районе села Татаурово. Спортсмен стартовал в Усть-Бургузине. За пять дней преодолел 295 километров. Но с дистанции пришлось сойти. Как сообщил Дмитрий Ерохин своим подписчикам, из-за мелкой травмы. Напомню, Дмитрий Ерохин уже пытался установить рекорд три года назад. Он хотел обойти озеро за 50 дней. За месяц преодолел треть пути, более тысячи километров. Однако от идеи пришлось отказаться ввиду резкого ухудшения самочувствия. У марафонца обнаружили клещевой энцефалит. Отмечу, обогнуть Байкал в последний раз 27 лет назад удалось иркутским спортсменам. На это у них ушло 73 дня. Спорт или культура? Похоже, перед таким выбором оказались жители Улан-Удэ. Власти обещают нам построить новый национальный музей. Но для этого придется снести целый стадион. Деньги на проектно-сметную документацию уже выделены. Есть ли другие альтернативы, где еще можно построить новое, не убирая уже существующее? Выясняла Евгения Жировова. Это стадион БГУ «Спартак». Ежедневно сюда приходят на физкультуру тысячи человек. Еще три тысячи занимаются в разных секциях. Стадион «Спартак», он же имеет свою историю. Там когда-то начиналась вообще вольная борьба. Там сейчас занимается пауэрлифтинг, тайский бокс. Вообще о строительстве того или иного объекта должно относиться на общественное слушание. Если «Спартак» снесут, студентов отправят на центральный стадион. Комплекс обещают отдать БГУ. Безвозмездно. Взамен старого. Мы не можем ничего в этом плане говорить, потому что чревато. Пока до нас вообще эту информацию не доводят. Даже спросить у спортивной общественности, она вся будет против. Почему? Потому что там очень много федераций занимается. А вы представляете, что у нас 8 тысяч студентов, эта нагрузка будет колоссальной на стадион. Вот, открыт. Сегодня открыт. На стадионе «Спартак» условия спартанские. За последние годы в ремонт вложили более 20 миллионов. Хотя не видно. Те, кто хочет сохранить объект, говорят, нужно ремонтировать дальше, а не сносить. Потому что у нас острая нехватка спортивных сооружений. Я предлагаю объединить два стадиона. Стадион БГУ и центральный стадион. Сделать спортивный кластер, чтобы наши горожане всегда пользовались двумя великолепными стадионами. Но на месте стадиона планируется построить национальный музей. Это решит вопрос с фондохранилищами и выставочными залами. Сюда вставлялись такие вот жерди, вот так вот поломки. Не все богатства, которые хранятся в нашем музее, не всегда можно их увидеть в выставочных залах. Хотелось бы побольше площадей для этого. Новое здание 14 тысяч квадратов объединит музей природы, истории и художественный. Десять лет назад, когда только появилась идея строительства национального музея, возвести само здание хотели здесь, на Верхней Березовке. Таким образом, в Улан-Удэ планировали создать место, привлекательное для туристов. Совсем рядом здесь находится большой буддийский комплекс. Здесь бы находился национальный музей, а там этнографический. Проект на смертную документацию разработали, деньги потратили. Но строить на Березовке передумали. Инженерных сетей нет, тянуть придется с проспекта автомобилистов. Как вариант построить здание национального музея, можно было бы на месте ветхих и аварийных домов. Только в официальном реестре их больше ста. В самом же центре города почти два десятка аварийных объектов, которые можно хоть сейчас под снос. Но здесь сетей или нет, или изношены. Решить вопрос надеются за счет музея. Для этого переделают проект на смертную документацию. На привязку к местности потратят еще 6 миллионов рублей. Надеялись, что за счет этих двух федеральных объектов мы могли бы решить вопросы с инженерами в нижней части города. Но получилось, что слишком большие затраты. Вот если бы мы все сети протянули, инвестиционный привлекатель площадки в разы увеличится. Деньги на новые сети попытаются взять в других программах. Если получится, тогда на набережной построят театр «Байкал» и национальный музей. Затем, наконец, обновят деревянный центр. Может, даже «Спартак» не придется приносить в жертву. Видимо, опасаясь скандала, власти начали обсуждать вариант переноса стадиона на нынешний лукодром или же на остров «Счастье». Осталось лишь узнать, есть ли такой в Улан-Удэ. Евгения Жировова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Между тем, новое не всегда значит лучшее. Укладка асфальта стала причиной конфликта жителей одной из улиц города с подрядчиком. Люди уверены, свежее полотно прослужит недолго. Своими доводами они поделились с дежурным по городу. Ремонт внутри домовой дороги по улице Сахьяновой начался примерно месяц назад. Казалось бы, наконец-то новый асфальт закроют старые дыры. В общем-то, так все и будет. Но надолго ли? Вот в чем вопрос. Я думаю, что бордюр должен на дороге плавно заворачиваться к каждому дому. Иначе машинами прыгать мы здесь будем и просто сломаем его. То же самое касается и здесь. Здесь тоже должен лежать бордюрный камень, положить, я думаю, его на бок. Я уже здесь 40 с лишним лет живу и ни разу ничего не делала для этой улицы. Но если начали делать, по-человечески все сделать, выделите деньги. Вот на улице Свободы сделали, там такую красоту сделали. И каждому подъезд, ну почему у нас так нельзя сделать? Блоки отсутствуют. Поэтому поток весь пошел и пошел весь к нашим домам. А почему он отсутствует? Вы забыли положить или не намерены? А вопрос. И не хватает сливных каналов. Скорее всего, на эту претензию подрядчики ответят своим проектом. Реконструкция проезжей части улицы Сахьяновой должна закончиться именно в этом месте. Тогда возникает встречный вопрос. Почему она не совпадает с длиной тротуара? У нас как в проекте уложили указанное, мы так и делаем. На тротуар у нас укладывается асфальт толщиной 4-5 сантиметров. То есть больше у нас не предусмотрено на тротуар то, что по ней машины будут ездить. И как бы если продается, то это, соответственно, если заедет туда большегрузная машина. Но мы можем сделать в тех местах, где заезды во дворе есть, асфальт потолще положить. И все. Сколько миллионов выделено на строительство этой проезжей части, остается только догадываться. Мы обязательно спросим, насколько целесообразны эти расходы и будет ли у дороги гарантийный срок. А если новые технологии вызывают сомнения и у вас, звоните дежурному по городу. Напомним подрядчикам и заказчикам о СНИПах и ГОСТах вместе. Ольга Арсунукаева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». В городе нашлась управляющая компания, у которой нет проблем со сборами коммунальных платежей, потому что люди сами несут деньги в кассу. О том, как удалось добиться этого всего за один год работы, в следующем материале выпуска. Деревья привезли, в прошлом году привозили, нынче привезли, посадили все, поливаем. Везде водопроводы провели. Мы все ненужные звенья сократили. Все, кто не готов работать в плотном графике, в плотном режиме, с ними распрощались, пришли со своей молодой командой. На каждом этаже провели, значит, работы полностью по электрике заменили, входные группы установили в каждом подъезде. Раньше у нас в подъезде было довольно-таки холодно, но благодаря тому, что вот установили такие современные входные группы, стало намного теплее. С момента, как мы начали работать, и люди увидели работу, когда человек идет домой и видит, что у него ставят пластиковые окна, что у него рисуют картины в подъезде. Он понимает, за что он платит. Специалисты служб переливания крови собрались волонудой поводом для встречи стал 80-летний юбилей республиканской станции. Именно ее появление в 1939 году стало основой для развития донорства в Бурятии. За эти годы медучреждение пережило подъем в советские годы, упадок по времена перестройки и новое возрождение 12 лет назад. Тогда приняли республиканский закон о донорстве и переливании крови. Сейчас станцию посещают около 7 тысяч постоянных доноров, и этого хватает для стабильной работы. Сегодня мы на современном уровне внедряем новые технологии. Естественно, мы работаем над качеством продукции, потому что наша основная задача, стратегия – это обеспечение лечебных учреждений безопасными компонентами крови. На конференцию пригласили специалистов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Монголии. Два дня они будут делиться опытом в переливании крови, ее грамотном использовании и хранении. Открыли мероприятие приятным сюрпризом для медучреждения. Минздрав республики в честь круглой даты выделил дополнительно 10 миллионов на покупку нового оборудования. На занятиях с утра до вечера более 200 школьников сели за парты во время каникул. О том, ради чего они добровольно отказались от летнего отдыха и какую науку изучают – в нашем следующем сюжете. Скажите неправильный ответ – в следующем моменте. С шутками, но без оценок. Так, в стенах Бурятского госуниверситета проходят уроки физики для школьников. Бесплатно. Александр говорит, ему никак не дается русская литература. Подводит почерк. А вот с физикой и математикой он на «ты». То, чем я планирую заниматься в жизни, к сожалению, физика не пригодится. Я планирую стать психологом, а физика в этом никак не пригодится. Но все же я решил задавать именно ее, потому что мне это интересно и мне это легко дается. Пока сверстники на каникулах, эти школьники с утра и до вечера изучают теорию, отрабатывают на практике и решают задачи. Организаторы планировали возьмут 40 детей, но за парты пришли и сели в пять раз больше. Это был шок. Да, вот республика Бурятия меня очень сильно удивила. Вот именно тем, что пришло такое количество людей. Точнее, и мало того, еще больше удивило тем, что такое количество людей дотянуло до конца. То есть выдержать такой 10-дневный марафон, это действительно непросто. Они не готовят к тестам и экзаменам, дают знания. Два преподавателя одного из главных физических вузов страны приехали в Лануде на 10 дней. За это время планируют пройти то, на что в школах просто не хватает времени. Без этих знаний не обойтись на олимпиадах. Нам хочется, чтобы наши ученики республики не только хорошо сдавали ЕГЭ, но и хорошо решали олимпиадные задачи. Потому что одним из условий или критериев приема вузы, особенно центральной технической вузы, является наряду с ЕГЭ и олимпиадой. Призеры олимпиады поступают в определенных условиях без вступительных испытаний. За партами не только школьники, но и учителя физики пришли тоже за новыми знаниями. Курс, кстати, намерены повторить на осенних каникулах. Желающие его пройти уже выстраиваются в очереди. Это один из самых любимых предметов. Я думаю, в будущем связать с этим свою профессию. Физика – это такая наука о мире. То есть она объясняет все, что как происходит. И физика, она нужна всем. Физика вообще многие проблемы решает. Ну вот это как общество, общество знаний вы изучаете, вы в обществе живете, вы постоянно с обществом взаимодействуете, физике тоже самое. Светлана Сибиренко, Кристина Соснина, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». В Улан-Удэ приехал известный всей республики мальчик Аюр. Малыша, больного циррозом печени, усыновила семья из Москвы. За судьбой воспитанника детского дома Аистенок следила вся Бурятия. Как он живет сейчас и какие у него планы на родине, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кто такой? Я ее. Я Буряти. Ты Буряти? Я Буряти. Мы поняли, что он сказал Буряти. Его не было на родине почти 4 года. Ну а Юра помнит, вся Бурятия. В роддоме малыша бросила биологическая мать. Затем у него обнаружили серьезное заболевание. Пересадили печень. После операции потребовался хороший уход. Семью уландынцы искали всей страной. Нашли в Москве. Я вижу, что у меня ребенок просто действительно представитель другой нации. Мне хотелось бы, чтобы он держался со своими, скажем так. Чтобы он понимал, откуда он родом. Знал о своей культуре. Мы приехали сюда подружиться. То есть мы хотели бы, чтобы у нас появились знакомые. Люди, которые неравнодушны, опять же, к судьбе Юра. И я надеюсь, что мы будем дружить. Будем ездить друг к другу в гости. В больнице, где Аюр проходил лечение, малыша хорошо помнили. И постоянно следили за его судьбой через социальные сети. Вы знаете, вот это не надо только показывать. Это просто я говорю, я эмоциональный человек. Поэтому что у вас тренировок? Ну вы знаете, вот я считаю, что Наталья – это такой человек, который… Это же не каждый человек решится взять на себя такую ответственность. Да, вот чтобы усыновить ребенка с таким сложным заболеванием. И поэтому, конечно, вот нужно прямо, наверное, сказать большое спасибо. Вот за то, что вот за ее вот такую широту души. Ну как бы он не просто… Ага. Мы же по-мужски уже, да? По-мужски так вот. Следили за судьбой Аюры и в детском доме, где он жил с трех месяцев. К приезду готовились тщательно. Иди, а тебе смотри, сколько всяких игрушек мы тебе тут дарим. Держи. Оооо. Он сейчас напитается от родной земли такой силищей. Ну в общем, мы рады вообще, что… Вообще результат неожиданный. Не ожидали, что такой ребенок будет здоровый. Наталья написала книгу про Аюра. Презентуют ее уже завтра. Также семья планирует встретиться со всеми, кто эти годы следил за судьбой мальчика. В республике они будут гостить до середины июля. Крестин Соснина Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Пожелаем удачи маленькому Аюру и продолжаем следить за развитием событий. О них в следующих выпусках новостей и на нашем сайте «Аригус.ТВ». Впереди полезная информация о рубрике «Сфера интересов». А у меня на этом все. До свидания, БРТ. За что вы любите «Титан»? «Титан»? За то, что все красиво, чисто, уютно и очень приветливые продавцы. Потому что низкая цена. За широкий ассортимент. Теперь еще ближе. Всегда рядом, в шаговой доступности. Сеть магазинов «Титан» постоянно радует горожан широким ассортиментом, качеством продуктов, приятными ценами, акциями, розыгрышами. И, конечно, повсеместностью. Сегодня еще один супермаркет «Титан» открыл свои двери на проспекте строителей 58А. Это 60-й юбилейный магазин. Магазин, который воплотил в себе по-настоящему новые, наверное, технологии, которые есть сегодня в ритейлах. Поэтому всех жителей города зовем к нам сегодня в магазин. Новый супермаркет открылся с размахом. Выступления популярных артистов, шоу мыльных пузырей, конкурсы и беспроигрышная лотерея. Сеть магазинов «Титан» еще на один супермаркет ближе к вам.